Продолжение следует... Я хочу в гости вручить вам ключи полномочный представитель президента Владимира Путина Александр Дмитриевич Беглов. Я прежде всего хотел вам передать большой привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимировича Путина. Вы знаете, что одним из первых указов президента был подписан, это о том, чтобы жители в аварийных домах или ветхих домах, в которых они проживают, были обеспечены нормальным жильем. Эти указания сегодня в Тульской области выполняются. Поэтому хотел бы вас со всем этим поздравить. На сегодняшний день война не то, что кто-то стреляет или еще что-то другое, а прежде всего это идет война за сердца и умы наших наследников, нашей молодежи. Приведение в порядок воинских захоронений. Наша память, наши отношения и захоронение тем обелистам, тем памятникам, которые существуют по всей нашей стране. На кануне 9 мая у нас запланировано открытие в Кремлевском саду памятника воинам, чекистам и народному ополчению, Тульскому народному рабочему полку, которые отстояли город и не дали врагу войти в город. Этот памятник будет открыт в Кремлевском саду, в Кремлевском сквере, вместе с вечным огнем, который будет гореть круглогодично. Второй крупный монумент, это действительно крупный монумент на площади более 6 гектаров. На Московском шоссе, на северном въезде в Тулу мы строим большой монумент, посвященный воинам-летчикам антигитлеровской коалиции. Конечно, основное место посвящено нашим советским летчикам, Тульскому авиационному полку, потому что в нем служил не один герой Советского Союза. И тоже этот монумент, мы планируем завершить его строительство и открытие до 9 мая. Но в самом подиуме монумента мы планируем открыть в том числе музей. И музей, посвященный обороне Тулу. В рамках подготовки к 70-летию Победы завершили создание постоянной экспозиции в музее оружия. И сегодня у вас будет возможность посмотреть. Действительно получился классный музей, современный такой, креативный музей. Даже вот витрины необычно выполнены. Почтение района, оно прежде всего связано с инспекцией поручения президента. Вы знаете, в первые дни своей работы президент дал соответствующее поручение по поводу переселения граждан из аварийного, из ветхого жилья в нормальные квартиры. И вот мне понравилось, что такая хорошая комплексная застройка получилась. И самое важное, на мой взгляд, что квартиры-то хорошие были. Вот они просто заходи и живи. Заявку на 15-й год мы в фонд уже передали, заявку нам утвердили. То есть будем надеяться, что 15-й год мы также сформируем как 14-й. Потому что есть вопрос по цене. К сожалению, у нас возможности по увеличению стоимости строительства нет. Потому что программа утверждена целиком. Но будем с нашими строителями разговаривать, просить их, чтобы они все-таки помогли нам эту программу выполнить. Хотя мы понимаем, что металл вырос на 30%. Дорожают, соответственно, все изделия из металла, металлопластика. Но будем как-то решать этот вопрос. Посмотрим. Нам в 14-й год у нас идет без срывов. В 15-й год мы начинаем сейчас размещаться. Ну то, что еще мне понравилось у правительской области, это, конечно, электронная карта всех памятников, памятных мест. Когда можно зайти, посмотреть на сайт, посмотреть в каком состоянии, когда он будет отремонтирован, когда это будет сделано. То есть практически все памятники учтены. По распоряжению президента Путина, правительством России принято решение о материальной поддержке наших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Тружеников тыла, соответствующие деньги, предусмотренные в федеральном бюджете, это более 12 миллиардов рублей, и они в ближайшее время начнут распределяться.